Всем-всем большой привет! С вами Полина. И сегодня мы с вами поговорим о том, как перейти на удаленную работу, если вы офис-менеджер. Как найти ту работу, с которой вы можете начать прямо сейчас, не получая никаких навыков. Как отталкиваться от тех навыков, что у вас уже есть, либо хобби, которые у вас уже есть, либо какие-то интересующие вас тематики. Как искать, в общем-то, вакансии и как правильно их подобрать. Для этого нам надо сделать с вами такой небольшой анализ. Для него нам понадобится блокнот и ручка, которую вы берете, я надеюсь, вместе со мной. Я тоже его беру. Я буду придумывать вымышленного офис-менеджера. Точнее, я буду делать вид, что офис-менеджер – это я. И фантазировать. Итак, я проработала офис-менеджером 3 года в каких-то компаниях. Что я умею, что я знаю и чем я владею. Итак, я отлично знаю офисные программы. Я думаю, здесь объяснять не надо, все понятно. Я знаю офисную технику. На предыдущей работе у нас была аж целая комната для всяких принтеров, сканеров. И у нас там даже были плоттеры. Я знаю, как их заправлять. Я знаю, чем они отличаются друг от друга. Я знаю, какая им нужна бумага. Я знаю, какие краски нужны. Я знаю даже, как заправить. Я знаю их ошибки. Как исправить эти ошибки. Дальше. Я умею организовывать чужое время. Я работала помощником руководителя. Последнее место работы, например, год. И планирую в Google Диске. Причем планирую отлично. Супер круто. Владею Google Диском. Ну и Google Документами в общем. Так, я умею принимать звонки и исходящие звонки делать, если это нужно. У меня нет никакого страха. У многих есть страх телефонных переговоров, исходящие звонки, входящие. Или там, я умею вежливо разговаривать с людьми, так как это нужно для того, чтобы общая прибыль компании увеличивалась. Компания той, которой я работала. Например. Да? Так. Дальше. На этом все. Пусть будут вот эти четыре пункта, которые я придумала. Ну, так, я увлекаюсь. По вечерам я смотрю сериалы зарубежные и чаще всего детективы. Но иногда бывают мелодрамы. Но и при этом я разбираюсь в сериалах. Там знаю последние новинки от HBO. Знаю, что, в общем-то, выходит осенью этого года, что выйдет весной следующее. В общем, держу руку на пульсе. То есть, иногда я шью сумки. Точнее, вышиваю, например. Умею подобрать какие-то уникальные сумки. Там, ищу все время на Алиэкспрессе, на том же там. Умею подобрать сумки к образу. Мне нравится вся эта тема. Возможно, я бы тут могла, в общем-то, даже назвать себя немножко стилистом. Потому что я еще и аксессуары умею подбирать. По крайней мере, сама я всегда очень стильно выгляжу. И, соответственно, у меня тут есть какие-то знания, опыт и интерес большой. Например. Дальше. Так. Так, еще я обрабатываю фото в Инстаграме. Посмотрела кучу роликов. Про пресеты, про Lightroom. Про кучу-кучу приложений по обработке фото. Знаю, какое приложение лучше другого, какое бесплатное лучше платного и так далее. Помимо этого, мы делаем в своей квартире ремонт, например. И я там за последние полгода изучила, как правильно подобрать краску, обои, что лучше, в общем-то, как поклеить плитку. Что лучше, плитка там или ламинат там. Какое напольное покрытие лучше, как правильно выбрать раковину, какую взять плиту, индукционную или просто какая там есть, не помню. Ну, короче, вы поняли меня. Я разбираюсь, в общем-то, в технике ремонта своими руками. Плюс я умею там декорировать вазы, например. Так, или ненужных каких-то баночек. Я, в общем-то, умею и могу, и хочу делать какие-то предметы декора для кухни, например. Итак, отталкиваемся с вами от тех пунктов, которые поработали сначала, да? Теперь. Ну, то есть, все, мы закончили, в принципе. Но я думаю, что у вас пунктов будет намного больше. Серьезно. Я именно так и думаю, потому что, скорее всего, у вас больше навыков и, скорее всего, у вас больше интересов. Дальше. Мы придумываем с вами, где вы можете быть полезны, как вы можете найти вакансию, какую вакансию вам вообще искать. Например, по первым пунктам, особенно по первому и третьему, да, офисные программы и организации чужого времени, вы можете работать удаленным помощником руководителя. Точно так же. Либо личным ассистентом, либо бизнес-ассистентом. Человек, который организовывает поездки, организовывает, возможно, семинары, поездки, бронирует отели, организовывает время, деловые встречи, деловые звонки. Ну, в общем-то, ведет, именно планирует время чужого человека, ну, другого, точнее, человека, руководителя, удаленно и получает за это деньги. Есть такая вакансия. Если кто вдруг не знал. Так. Отлично разбираются в офисной технике, причем помимо принтеров и сканеров, я еще знаю про плоттеры, про краску, про как их заправлять и так далее. Я могу устроиться в любой интернет-магазин офисной технике, специализированном интернет-магазине, да. Я могу быть специалистом техподдержки, я могу быть менеджером по продажам, если сюда, опять же, взять навык звонков. Я могу быть консультантом, да, и то есть человек, который, в общем-то, задает, точнее, отвечает на вопросы, которые задает потенциальный клиент, для того, чтобы довести его до покупки. Так. Так как я умею звонить хорошо, да, принимать звонки, вежливо разговариваю, все как надо, я могу работать в любой практически сфере менеджером по продажам. Более того, я вам серьезно скажу, не имея никакого навыка, я работаю лично сама с 26 июля менеджером по продажам и заработала, в общем-то, по крайней мере, первую свою зарплату, очень-очень сильно неплохую, и знаю, что вторая, по крайней мере, точно будет такая же. Поэтому перед вами сидит личный пример. Без опыта в продажах, без опыта в телефонных переговорах, я устроилась на работу, потому что мне нравился продукт. Я работаю сейчас в онлайн-школе для творческих людей, фотографов, режиссеров, иллюстраторов, художников. Дальше, ладно, отступили. Так, я смотрю сериалы. Могу устроиться в паблик модератором, на какой-нибудь форум модератором. Контент-менеджером могу устроиться, в инстапаблике могу устроиться. В общем, нужно поискать, в общем-то, эту сферу, так как вы не разбираетесь. Дальше, можете шить сумки и разбирайтесь в аксессуарах. Возможно, вы сможете устроиться помощником стилиста. Отвечать на вопросы по стилю, отвечать на комментарии. Возможно, если стилист-блогер, вы сможете устроиться помощником блогера-стилиста. Возможно, у него есть какие-то курсы или онлайн-школа. Вы сможете устроиться туда техническим специалистом. Ну, то есть, техподдержка, да, специалистом техподдержки. Можете, опять же, менеджером по продажам туда продавать какой-то онлайн-курс в этой онлайн-школе, например. Дальше, вы можете обрабатывать фото, можете устроиться помощником инстадизайнера. Если у вас есть вкус, если вы умеете обрабатывать, можете устроиться, опять же, помощником блогера. Есть блогеры, которые ведут блог по обработке, их куча. Так, можете создавать сами шаблоны, но это уже не удаленная работа. Это больше как фрилансер, но тоже имеет место быть. Например, вы можете делать шаблоны на заказ, инсталендинги на заказ, начать разбираться в инстаграме. Если уж ваша эта тема интересна, вы можете начать в ней развиваться. И в любой из этих тематик вы можете начать развиваться. Но инстаграм тут получился просто более такая современная. Про ремонт, если то, вы можете устроиться, опять же, куча блогов про ремонт. Можете устроиться туда куча курсов про ремонт. И можно устроиться туда, опять же, те же самые вакансии Возможно, некоторые будут даже новые Но вы знаете сферы деятельности, в которых искать работу Возможно, тут вам нужно будет искать не на HeadHunter, например, в чатах и еще где-то А вот как по офисной технике Найти все интернет-магазины, специализирующие, будь то Россия, страны СНГ Но они должны специализироваться на офисной технике И посмотреть у них вакансии на сайте Возможно, какая-то вакансия ждет именно вас Ну, например, да? Вот В следующих видео мы с вами будем разбирать другую профессию Обязательно напишите в комментариях, какую вы хотите увидеть Поставьте лайк и поделитесь с друзьями Если у вас друзья очень интересуются этой удаленной работой И так же, как и вы Соответственно, в следующих роликах мы с вами так же увидимся Будем разбирать по косточкам какую-либо профессию, выдуманную Если вы хотите, чтобы я разбирала невыдуманную То просто напишите Например, ваша профессия Ваш первый столбик Что вы умеете по профессии Да, все пропишите Даже знание каких-то программ специализированных Потому что Google Календарь это даже не программа Но не все умеют ей пользоваться И второй столбик тоже напишите Ваше хобби Темы, которыми вы интересуетесь Какие блоги читаете на какие темы И начинаете быть экспертом То есть становитесь экспертом в какой-то теме Возможно, очень узкой Да, там как правильно подобрать полы Но Такие вакансии тоже бывают Например, копирайтер в магазин напольных покрытий Представляете? То есть ему надо писать статьи в магазин напольных покрытий Вот вам вакансия Я не с головы сейчас придумываю Пожалуйста, заходите, посмотрите Потому что меня недавно просто приглашали В какую-то французскую вроде бы плитку В общем, здесь у нас в Уфе Не в офисе Поэтому я, собственно, и не пошла Они мне предлагали маркетологам В общем-то, к ним прийти Они занимаются керамической плиткой У них филиал Они поставляют эту плитку в магазине То есть сами они там ничего не продают Им просто нужно развивать бренд этой плитки В интернете Зачем я, в принципе, туда и нужна была бы Так как я интернет-маркетолог Но я не пошла, так как у меня удаленка ближе И как я вам сказала уже Что я уже нашла свою работу И все хорошо Вот Так же можете и вы Не забывайте, что мало посмотреть это видео Нужно взять это руководство к действию А это именно руководство к действию Взять блокнот, ручку и написать все Вот, поэтому берите, пишите Потом выписывайте вакансии, которые вам подойдут И ищите Самое главное действие Действуйте, и вы получите результат Все С вами была Полина Я надеюсь, вам было полезно и интересно Всем спасибо Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok